За нарушение стабильности и политические конфликты, связанные с реформой местного самоуправления, отвечать будут губернаторы. Это заявление уральского полпреда на закрытом совещании с главами областей. Сегодня обсуждают политологи. Они прочли между строк обращение Игоря Халманских. О каких конфликтах речи, что может произойти, если Екатеринбург поделят на мини-городки районы, на наглядном примере объяснит Анжела Брик. Зачем? Как-то глупо, мне кажется. Я думаю, вот у нас один большой город, у нас все как сплочено. Сплоченность и во мнении горожан, и городов. Идею раздробить Екатеринбург на части жители воспринимают с недоверием и непониманием. И главные вопросы. Зачем делить, чтобы властвовать, если приумножать надо? По-моему, это какая-то игра. Но как раз политических игр и конфликтов из-за реформы быть не должно. Накануне об этом явно дал понять уральский полпредпрезидента. Игорь Халманских собрал губернаторов областей на закрытом совещании, чтобы сообщить, что в случае нарушения стабильности персональную ответственность понесут губернаторы. Реформа не должна приводить к нарушению общественной стабильности или политическим конфликтам. Персональную ответственность за это несут руководители субъектов федерации. Задача органов исполнительной власти – тщательный анализ особенностей регионов, их экономических возможностей, территориальной специфики. На этой основе нужно выбрать оптимальный для субъекта федерации и отдельных муниципалитетов вариант реформы. Выбирать есть из чего. Деление мегаполисов на городки-районы, которые предусматривают реформа, не обязательно. Нынешние модели управления городами остаются. Как раз оставить все как есть и призвали Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил, приняв обращение к правительству региона, губернатору и полпреду. Игорь Халманских услышал и предложил не давить на местные власти. И это обращение, по мнению многих политологов, в первую очередь адресовано именно Свердловскому губернатору. Я думаю, что это разумный совершенно у полпреда подход к разрешению данного вопроса, конфликта. Каждый должен сам для себя решать, что выбирать эту форму или нет. А мы столкнулись с тем, что собираются ее навязать. Вот это, так сказать, вызывает озабоченность, раздражение у кого-то, противодействие даже возможно. Причина, по которой города высказались против дробления, понятна. Сегодня Екатеринбург может решать стратегические вопросы. В случае деления районы могут впасть в междоусобицу, но главное – понесут убытки. А значит, проиграет и город в целом, и каждый горожанин в частности. Этот перекресток разделяет три района – Кировский, Октябрьский и Ленинский. Если сейчас граница условна, то после проведения реформы она грозит отбросить за черту бедности. Дробления поставят городки-районы в слишком разные условия. Так, жители Октябрьского района, приезжая на работу в Кировский или Ленинский, по сути, будут обогащать соседей. Налоги-то пойдут к кировчанам и ленинцам, а вот на решение проблем возле дома, будь то развязки, дороги или трубы, в родном городе-районе денег не будет. Это значит, что своими силами, к примеру, Ленинский район не осилил бы строительство развязки на Московской, а Кировский не потянул бы реконструкцию ТЮЗа. Если дробление все же заденет город, то крупные проекты, такие как строительство метро, могут стать несбыточной мечтой. Сейчас областные власти взяли тайм-аут. Вопросы о реализации реформы местного самоуправления вернутся осенью. Анжела Брик, Алексей Богданов, Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова